А вот скажите пару слов про английский. Часто складывается ощущение, что люди не понимают, что в этой стране на другом языке говорят. Да, бывает такое. Правда, да? Не только у меня. Вот может быть какое-то напутствие, есть какие-то проверенные методы, что-то полезное в сторону английского. Учить надо, конечно, английский язык. Есть сейчас столько возможностей по-моему, изучать английский язык, согласитесь, сейчас и масса программ в интернете, аудиокурсы, и видеокурсы, масса бесплатного всего. Просто если есть человек, у вас силы. Я вас слушаю, у меня плохо становится. Я вспоминаю, как мы это в конце 80-х, когда там были какие-то типы, знаете, по 30 раз переписанные. Да, с плохим качеством. Да не до слова. Да не до слова. И там были какие-то там курсики, там, я не знаю, был такой small talk, если вы когда-нибудь слышали. Такой был, ой. Он сейчас где-то есть, присутствует. Ну, в общем, было несколько. Вот. И вот они все по рукам ходили, там, в перепечатках каких-то, там, десятая копия, там, на ксероксе. Сейчас сказать, господи. Да, сейчас столько возможностей. Просто, да, в жизни, ну, без каких-то усилий и труда ничего не получится. Поэтому, конечно, надо что-то самостоятельно сделать, подготовиться. И как-то, чтобы облегчить свой процесс эмиграции, конечно, да, здесь все говорят по-английски. Чтобы найти хорошую оплачиваемую работу, нормальную, естественно, надо говорить по-английски. Чтобы адаптироваться быстрее и быть, как бы, нормальным, я не знаю, членом данного общества, конечно, надо учить. И поэтому, естественно, да. Сейчас такой массы информации это, по-моему, туда не составляет. Было бы желание. Я вот, знаете, у меня есть такая мулька, я говорю, что вот все деньги, силы, время, которые вы потратите, допустим, до приезда в английский язык, у вас никогда больше не будет такой возможности инвестировать себя во что-то. То есть, вот, с точки зрения отдачи. То есть, вы как бы согласны? Это не преувеличение? Нет. То есть, действительно, правда? Да, конечно. Так что… Ну да, просто очень много людей приезжают, и для них это шок. И очень сложно адаптироваться. Даже вот на примере моей подруги. Вы помните, Леночка, которая выиграла грин-карту, помните? Которая уехала в Нью-Йорк. Она у вас отучилась какое-то время, не доучилась и переехала туда. Вот смотрите, она приехала в 2011 году. Она будет это видео смотреть. И она только сейчас, буквально, сколько-то там, не знаю, может, 2-3 или чуть больше месяцев, она устроилась вот работать по своей специальности. Она тоже там что-то закончила, подобное вашим школьным тестировщикам. Прошло 4 года. 4 года из ее жизни. Правильно? А если бы она, как бы, приехала и хотя бы уже что-то бы знала, или был бы какой-то… Ну, конечно, в ее случае… Подгадок, подгадок. Но в ее случае она выиграла грин-карту. Это, конечно, догадать сложно, да? Да. Но вот если люди, которые планируют, вот считайте. А ей уже тоже как мне. Даже чуть-чуть она постарше. Вот. Я не знаю. По мне, так сказать, вы молодая совсем. Нет, ну… Молодая, конечно, я же не говорю, что я… Ну, нет, ну, конечно, на самом деле, я скажу так. Вот в моей жизни после 25, скажем, от 25 до 40 был период времени, когда я каждый год очень болезненно переживал, и мне казалось, что… Ну, сейчас все, вообще уже новое, ну, все. А потом уже дальше каждый раз, как десятку размениваешь, вдруг смотришь, слушай, там перспектива открывается. И я сейчас, знаешь, мне уже к 60, и я смотрю, вот, ну, такие женщины, скажем, раньше там женщины 50 лет, я был… Ну, да, 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 не воспринимал. А сейчас я смотрю… Ну, может, такие штучки есть. Вот и чё. Да мы и тёти не видели. Тёти? Ну, приедет, приводите. Хорошо. Я просто к чём говорю. Слушай… Мы с вами так никак и не сделаем этот сервис. Столько людей спрашивает, знакомств… Про знакомства. Да. Я помню, мы про что раз обсуждали. Да, да, да. Очень много людей. Я не знаю, может быть, есть у кого-то какие-то идеи, может быть, нам будут писать или что-то, я не знаю, что-то подкидывать, потому что я пока не могу… Просто руки не доходят. Так много всего приходится делать. Да, но у меня нет чёткой идеи этого, потому что мне сложно… Все едут оттуда… У меня есть блогер тут рядом, вот в Паталуме живёт Оля Брукман. Она как раз вот по браку в США. Ну, она свой опыт передаёт, и там… Она тут так прикольно однажды сказала, вот… Я тоже сидела вот на этом месте, я говорю, Оля, вот скажите, говорит, вот эта девушка собралась ехать замуж. Ну, вот так она собралась. Первое, что она должна сделать? И она очень неожиданно ответила, у меня челюсть упала. Она говорит, ну, в первую очередь надо с тем, которые есть, развестись. А то, говорит, некоторые одежды уже ищут, а того держат… А тот ещё не знает. А тот ещё не знает, да. На всякий случай. Потому что она говорит, он может возражать, не давать детей, там ещё что-то. Она в этом смысле… Но, в общем… Да, такие есть. Целый мир, слушай. А много народу, которые хотят иммигрировать, задают вопрос, типа, а что мне за это положено? Какие мне пончики дадут? Ну, что мне, квартиру мне дадут? Ну, таких, наверное, нет. Нет? Нет таких, да? По-моему, таких не было. А я замечаю вопросы, которые задают люди, но они не в процессе иммиграционном, они так вообще интересуются. А вот ты поехал в Америку, тебе что, квартиру дадут, работу дадут, машину? Что тебе дадут? Ну, вообще, помогут. Говорят, ничего. Говорят, что ж ты едешь? Логичный вопрос. Да. Сиди дома. Ну, вообще, здесь, конечно, иммиграция для людей старшего возраста, может быть, даже моего возраста, одиноких. Конечно, здесь большой процент, что ты найдёшь свою вторую половину, я говорю сейчас об одиноких. Потому что здесь нет в России, конечно, мужчины, скажем так, избалованные и больше мужчин, чем женщин. Поэтому, естественно, мужчины, как вы сказали, на женщин в возрасте 50-ти не обращают практически никакого внимания и у них, конечно, шансов найти что-то гораздо меньше. Я думаю, что и в 40 не очень обращают. И в 40, да и в 30 с лишним уже, наверное, это уже старое. Всё. Даже на работу устроиться сложно, а здесь, как бы, много возможностей в этом плане реализоваться. Да, это правда. И работа, и в личном каком-то плане. Поэтому, конечно, да, здесь имеет смысл, если кто-то, например… Девчонки учите язык. Учите язык и не бояться. Некоторые просто, может быть, всю жизнь мечтают и боятся сделать этот шаг. Вот. Ну, я думаю, что можно всегда, как бы, здесь большое количество русскоязычных людей и даже ваша школа, это как комьюнити целое. Здесь, как бы, есть информация. Я бы сказал, что Кремниевая долина вообще такое место, где девчонок не хватает. Демографически здесь так вот. В Лос-Анджелесе поедешь их там много. То есть, может быть, мужики в Лос-Анджелесе там балованные, я не знаю. А здесь вот они ходят бедные. Вот, глаза грустные, работают по 12 часов. Деньги есть, жизни нет. Да. Ну, поэтому, да, просто надо дружить с головой и понимать все, я не знаю, плюсы-минусы мини-миграции и принимать просто верные решения. И все. Я так считаю. Учиться тоже можно, я не знаю. Дружить с головой это... Ой... Много таких, которые не учите. Нет, нет. Дружат. Расходится. Знаете, есть такой анекдот, как... Я люблю рассказать анекдотик какой-нибудь в видео. Вот, значит, строят Байкало-Амурскую магистраль. Ну, и из общества знания лектор приходит в трудовой коллектив и рассказывает, там, товарищи, там, Байкало-Амурская магистраль, это стройка века, там, весь народ, партия, комсомол. И мужик руку тянет из аудитории, говорит, скажите, товарищи, а дорога сама по себе, вот эта железная, она одноколейная или двухколейная? Тот говорит, товарищи, это же стройка века, это же комсомол, это молодость, это ударная сила вообще нашего общества. Ну, и тут к нему подходит в перерыве и говорит, скажите, я понял так, что вы при всех не хотели, может быть, вы мне так скажете, индивидуально. Он говорит, ты понимаешь, мужик, сейчас самый ответственный момент. И, честно сказать, никто не знает, будет одна или две, потому что громадная гора, копают тоннель с двух сторон. Сойдется будет одна, разойдется будет две. Я говорю, что язык пока учите, то есть копайте, копайте. Да, 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 все равно. Пригодится не туда, так туда. Сойдется, разойдется, там уже видно будет, но пока вот. Лишним не будет никогда. Нет, лишним не будет. И, в общем, пока гора есть, надо копать. Да, вот я приехала, кстати, со своим, ты говорила, другом сегодня мы ездили. Он сюда приехал тоже в 2011 году. И он приехал, но английский язык не знал вообще. И сейчас он, вот тоже сколько, четыре года прошло, он ходил в языковую школу, учил его, разговаривает. Ну как, на таком хорошем уровне. Все время он был на студенческой убежище? Нет, он подал на политическое убежище. У него это просто сейчас надолго, наверное. Вот, ему просто даже суд, вот он получил отказ на интервью, ему суд переносит постоянно, сейчас перенесли до 2016-го года или 2017-го. Даже первое судебное заседание никак не может состояться по какой-то там причине. Я знаю одну тетку, значит, она получила грин-карту, приехала в США, потом уехала, а жила на это время в Англии. И ей там в Англии дали гражданство, ну не ей там, семье. И они уже решили не ехать в Америку. Но тут что-то такое произошло, там с сыном какие-то проблемы, я не знаю что. В общем, она поехала с ним сюда. И когда они въезжали в страну, этот иммиграционный человек говорит, как давно вы отсутствовали? Она говорит, два месяца. А у него на компьютере что-то почти два года. И он ее сразу на депортацию и отправил. Ну в смысле, как она в страну въехала. Да, решили ее. А дальше, да. Так вот, это было в году где-нибудь в 2007-м. Не знаю, десять лет считаю уже. Ну, восемь. Вот эти восемь лет, она в процессе, причем ей все время переносят и откладывают, переносят и отпадывают. Долго-долго. Я не уверен, что у нее было хотя бы одно слушание. Ну может быть одно где-то было. Я не знаю. Ее переносят и переносят и переносят. И это с 2007-го года. Она уже на инвалидности тут. Уже поимела там эту страну как могла. Но опять же в таком состоянии, что она и здесь вроде бы ничего еще нет и непонятно что нет. Она не может выехать в принципе никуда. Ну если она уедет, потому что она уже здесь все потеряет. Она потеряет все, да. Она не сможет обратно въехать просто. Да, да, да. Но ей идти ехать некуда особо. Если в Англию, в Англию на Велфер, я не знаю, что она там будет. Работать же надо. Ну там хотя бы она гражданин. Это правда. Но она здесь восемь лет живет. Она ни одного дня не работала. А, ну если так. Конечно. Ситуация странная. Она систему использует. Хорошо. Профессионально. Ну, молодец, молодец. Ну если есть возможность некоторые, да. Зануженная инвалидность тут. Почему нет? Я бы так конечно не смогла, но если кто-то так. Люди разные. У каждого да. Это свой способ существования. Вы бы не смогли так. А она не смогла бы работать. Понимаете? Не кажется, что работать можно? Ну да. Кто-то не хочет работать. Кто-то не хочет. Это правда. Знаете, есть такая эмигрантская хохмочка. Там встречаются две бабушки. И одна говорит, как твой внучек работает или уже устроится? Вот так что. Все бы вы хотели уже устроиться, честно говоря. Было бы хорошо не работать, а только жить. Ну да. Но, к сожалению, это больше мистицизм такой. Да. В реальной жизни редко встречается. Ну а хорошо, когда и работа любимая. Конечно. Поэтому стоит стремиться. Ну что, Танечка, спасибо большое. Спасибо вам, что позвали. Я думаю, что ребята получат удовольствие. Слушайте, а вот напоследок. А есть какая-то отдача вот с тех видео, что мы делаем? В том смысле, что кто-то позвонит и говорит, Таня, я вас видел в таком-то видео. Да, конечно. Очень много людей, очень много людей, которые видят наши видео, и у них возникает доверие ко мне. Потому что все вам очень верят, да. Наверное, потом приезжают и хотят вас потрогать. Это действительно правда. Это есть, да. Да. Поэтому я не удивляюсь. Поэтому вы для них как такой гур. Оденьте фуражечку. Это у меня новое приобретение. Вы как гур для них. Поэтому если я на видео с вами, то для них это уже означает, что я человек, которому можно доверять. На самом деле, они просто вас видят. Ну да, некоторые говорят. Вы как бы своим разговором, энергетикой. Ну да, наверное. Видео тема отличается от блога, такого текстового. Понимаете, когда… Слушайте, вы не понимаете, как вам здорово в этой штуке. Я вас, наверное, прямо заставку такую сделаю из вас. Да. Так что… Да, ну, мое отличие в том, что я как бы говорю правду и не стараюсь представить как-то ситуацию слишком сладко и так прям все шикарно. Слушайте, а зачем люди говорят неправду? Ведь правильнее же говорить правду. Ведь лучше же, со всех сторон лучше. Ну, кому-то лучше, может быть, привлечь каких-то, я не знаю, там же клиентов платежа. Они потом будут недовольны. Ну, кто-то живет одним днем, кто-то не смотрит в перспективу. Здесь же живешь, здесь же потом со многими становишься друзьями, так же, как у вас. Масса большая людей, со многими же дружишь. Да. Правильно. Ты же все это берешь как-то на более личный такой уровень. Многие люди приезжают так же, как вам и ко мне. Вот недавно приехала одна женщина из Казахстана, дочка вот здесь политическое убежище, ей сделали визу. Она мне приехала, привезла тут и гостиницы, и подарков. Она приехала из Лос-Анджелеса сюда специально, чтобы со мной увидеться. Ну, конечно, когда такие есть люди приезжают, это очень приятно, во-первых. Во-вторых, конечно, как можно, ну, там, я не знаю, кого-то зазывать или каким-то обманным путем, лишь бы только они мне сегодня заплатили, скажем так, да, а завтра вроде как и… Это очень странная модель бизнеса. Ну, таких много. Насколько я знаю, есть вот небезызвестный тоже блогер из Нью-Йорка. Мы с вами как-то тоже делали там видео про него, там много нехороших отзывов. Деньги взяла, а потом… До свидания. Я скажу, тут есть другой момент. То есть, конечно, можно из ту сторону пальцем наткнуть, но я хочу сказать, что ты можешь делать самую обалденную, профессиональную, честную работу. Все равно будет кто-то, кто будет тебя грязью поливать. Ну, это всегда так. Да, к сожалению, вот интернет в этой его неинтимности, анонимности, вот, он создает возможность людям, как бы, говорить гадость и не нести за это ответственность. Потому что, допустим, если бы он показался, да, так мы бы рассказали в другую сторону этой истории. Да, в лицо, в лицо. Нет, но мы бы рассказали, что там было-то. А также вот человек что-то такое говорит, был он или не был, мы даже не знаем. Ну да, и не знаешь. И он бездоказательно что-то может говорить. Да, может он вообще и говорить из других соображений, может он конкурент. Да люди столько всего говорят, что это… Да. Ну, мы и не рубль, как говорится, что всем нравится. Нет, нет. Кто на сцене, тот на сцене. Мы делаем свою работу честно и порядочно. Мы профессионально. Да. А остальное уже. На гостинцы мы особенно не претендуем. Ну, а так, если кому-то помогли… Ну, я думаю, несут гостинцы. Да, да. Если шляпу попросили фуражку, то тоже неплохо, правильно? Да, конечно. Я обалдею с этой фуражкой. Она очень хорошая. Пусть люди приезжают, обращаются, мы будем рады. Всегда приятно с адекватными, хорошими, добрыми и порядочными людьми общаться. Конечно. Я только за. Вот, короче, адекватные, добрые и порядочные. Всех к нам. Всех к нам. Все. Пока. 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 Пока.